Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вчера, 8 августа, был обвал на бирже. Доллар резко скакнул, вы, наверное, могли заметить, уже сегодня 66 рублей. Еще недавно стоило 63 рубля. Что произошло? На самом деле ничего особенного не произошло. Просто Конгресс США вроде бы собирается новые санкции ввести. Китай вводит повышенные пошлины против Америки. Вот. И что делать? Большинство людей сейчас побежит, наверное, в обменники покупать доллары, как всегда. Потому что доллар-то резко вырос и будет продолжаться. И ходят слухи о том, что надвигается кризис и прочее, прочее, прочее. Но, друзья мои, во-первых, поздно петь боржоми. Все уже произошло. И просто надо, так сказать, подождать отскока. И если вы сейчас купите доллары по повышенной цене, вы уже не купите его по 66 рублей. Вы его купите по 67 рублей, наверняка. То через неделю-две доллар подешевеет на 2 рубля. И вы, как всегда, потеряете. А что же делать? Давайте посмотрим, что произошло на бирже вчера. Во-первых. А-вторых, ну, надо иметь просто, вот на этот случай, как раз, на такой случай, надо иметь брокерский счет. И надо быть всегда к этому готовым. И сейчас я покажу, вот что произошло на бирже ровно вчера. Вот сейчас мы находимся на биржевом терминале. И посмотрите, вот вчерашний день. Вот он, вчерашний день. Вчера, так, давайте я валютный рынок. Валютный рынок вчера. Так, сейчас я покажу вам вчерашний валютный рынок. Так, да, вот вчера, 8 августа. Вчера, 8 августа, где-то с обеда, с 13 часов, вот начал резко расти доллар. Это USD рубль today на московской бирже. Вот, и он начал резко расти, увеличиваться и увеличился. В пике достигал 65 рублей. Но это уже произошло, когда? Это произошло в 16 часов примерно. Вот, дальше он немножечко корректировался. В это время, в это же время, что произошло на рынке нефти. А нефть начала обваливаться, и начала она обваливаться, сейчас скажу, как раз в 12 часов. Почему? Потому что в Америке выходят данные по средам. Так совпало, что выходят данные о запасах нефти, и Китай вводит санкции против американских товаров, в том числе и нефти. И в результате появляется на рынке американском избыток нефти, и получается, что им некуда девать нефть, и нефть падает. И вот это вот усугубляет проблемы российского рубля. Потому что, ну, во-первых, когда нефть падает в цене, и рубль падает в цене, потому что рубль целиком зависит от нефти. А во-вторых, санкции. И все это наложилось друг на дружку. И, соответственно, вот посмотрите, что произошло вчера с индексом РТС. То есть, индекс РТС, это стоимость акций московской биржи, выраженных в долларах, тоже резко упала. Вот. То есть, начиная с 12 часов, все резко начало падать. Но, ну, наверняка люди заметят, что доллар вырос до 65. Но на самом деле, все уже произошло. Во-первых, как я уже сказал. Во-вторых, надо иметь, вот на этот случай, брокерский счет. Вот. И я когда, ну, просто вот сидел, я занимался своим Ютубом, и так вот ни о чем особенно не думал. Тут на Телеграм мне из моего чата, который я веду для всех тех, кто, ну, кто занимался на моих курсах. У нас есть закрытый чат. Вот. И там пришло сообщение, слушайте, так сказать, тут распродают облигации. Вот. И, наверное, что-то будет. Ну, я посмотрел, да, индекс РТС начал падать. Я просто взял, зашел на брокерский счет тут же и продал немножечко индекса РТС. Потому что я решил, что РТС упадет однозначно. Ну, вы видели, что он упал, но к тому времени он уже упал, когда я зашел. Вот. И, так сказать, продал его. А потом, значит, начала падать нефть. Тут я тоже все проворонил на самом деле. И слишком поздно вступил в игру. Я открыл шорты. И, соответственно, ну, начал торговать. Нефть падала. Короче говоря, итог был дня совсем, я считаю, плохой. Плюс 6 тысяч рублей. Но, тем не менее, это было. Вот. То есть, на падение нефти я заработал 6 тысяч рублей вчера. И это отразилось на моем брокерском счете. Это, ну, как бы... Это нормально, я считаю. Вот. Ну, нормально. Не очень хорошо, потому что я говорю, что я мог бы заработать на этом 30 тысяч рублей. Заработал всего 6. Ну, 6 это все равно лучше, чем ничего. Вот. Таким образом. Поэтому я считаю, что, друзья мои, что надо делать, чтобы такое не происходило. Ну, во-первых, я сейчас хочу показать вам график. Вот я думаю, что сейчас вы его видите. О том, как... Что это был за обвал. И вы увидите из графика, что такие обвалы случаются практически каждый месяц или в месяц по 2 штуки. Вот. Поэтому, поэтому просто их надо ловить. И в такие вот как раз моменты очень сильного движения рынка как раз можно и, ну, достаточно хорошо заработать. А все остальное время можно сидеть и просто наблюдать. Больше ничего. И все будет хорошо. Вот. Поэтому, друзья мои, я просто вот призываю вас, потому что такое происходит регулярно. Я призываю вас просто взять и открыть брокерский счет. Завести туда какие-то деньги не на банковский счет, а на брокерский. И просто быть готовым к тому, чтобы вот среагировать достаточно быстро. Потому что, особенно если кризис надвигается, ну, возможно, придется быстро покупать доллары. А может быть еще что-то. Может быть золото. Все это здесь достижимо на бирже. Именно, так сказать, фьючерсы, пожалуйста, можно сыграть только так. Вот. На всем можно заработать. На падении в том числе. Поэтому надо быть, во-первых, готовым. Надо зарегистрировать брокерский счет. Надо, конечно же, для того, чтобы быстро реагировать, надо, чтобы на нем были деньги, во-первых. А во-вторых, надо уметь этим пользоваться, биржевым терминалом. И вот как раз этим я и занимаюсь. Я объясняю полным-полным чайникам о том, как это сделать. Как установить биржевой терминал, как его настроить. Это довольно сложно новичку. Просто вот для самых вот таких вот чайников я это рассказываю. И опять же, тот же самый чат в Телеграме, который очень активно пользуется. То есть мы друг с другом общаемся. Там есть взаимопомощь, взаимовыручка. Мы советуем друг другу, в какие инструменты вкладывать, что происходит на бирже. Ну вот вы видели, что это происходит. От этого есть реальная польза. И как это сделать. Ну, сейчас вот вы видите ссылку. Демитков.юр.ком. Там сайт. Просто вы регистрируетесь. И там можно просто приобрести вот этот тренинг за 2000 рублей. Это сказочно дешево. Я буду повышать эту цену. Очень много людей, это пользуется большой популярностью, уже скачали, пользуются. И все в Телеграме мы активно общаемся. И в сентябре, кроме того, я буду опять же проводить онлайн курсы живые. Уже идет предварительная запись тем, кто... Да, в сентябре это будет стоить 5000 рублей. Тем, кто оплатит в августе 3500 рублей. Записаться можно там же на демитков.юр.ком. Ну, а на сегодня все. Поделитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми. Я уверен, что на этом можно зарабатывать. Я буду всегда продолжать делиться вот последними новостями, идеями, как можно заработать на фондовом рынке, на своем канале. Поэтому поставьте, пожалуйста, лайки. Оставайтесь в подписчиках. На сегодня все. С вами был Демитков Юрий. До встречи на бирже. До встречи в другой жизни, просто в богатой жизни. Надо менять это дело.